Музыка Музыка Вот вам еще на тему здравого захоронения Купил однажды гномик Пук жевательную резинку Решил, лучше жевать, чем говорить Сунул резинку в рот, с чем и перешел на невербальное общение Идет Пук по улице, а навстречу ему Петрович или еще какой знакомый Здравствуй, говорят, Пук Ну-ну-ну, отвечает на это Пук Он бы и рад ответить адекватно, да вот резинка склеила челюсти И так через месяц с Пуком все здороваться перестали И вот сидит Пук дома на краю унитаза, как горный олео на вершине Кавказа Плачет, пытается злосчастную резинку из борща хлебальника выковырить Куда там? И вот решился Пук сходить к стоматологу Приходит в поликлинику по месту жительства, а там расписание врачей Невропатолог А.Н. Стульчак Нарколог В.П. Сушняк Гинеколог С.Т. Полубеременного Терапевт И.В. Кривоконь Белоколенный Ну, думает, собралась компания дегенератов в одно время в одном месте А вот и стоматолог С.С. Геббельс И кабинет у него 666 Испугался Пук, но пошел в магазин лютую Музыка Ну, Деббельс, вопреки всем ожиданиям, принял Пука радушно Внимательно выслушал И даже Пукова муканье на магнитофон записал И потом еще долго эту запись в больничном радиоузле крутил для развлечения публики Напоил его чаем через нос через трубочку И говорит Значит резинка? Это пустяки! Да как? Ряснет Пука по затылку Тут у него резинка и вылетела Пук был ему так благодарен, так благодарен А Геббельс отвечает Пустяки! Не стоит благодарностей Вот сейчас пропишу вам кило карамели твердокаменной Будете ее грызть А через неделю придете к нам И мы вас запротезируем Навстречу нам Подожди, не уходи, слушай Ты на небо посмотри лучше Мириады паникают там Выбежал оттуда Пук Причем вместе с окном Давно надо это окно кирпичами заложить Подумал СС Геббельс С тех пор гномику к врачам больше не на горе Только кулаком по роже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok